Они живут рядом с нами и являются предметом наших симпатий. Каждая встреча с ними – источник положительных эмоций. Зимой мы стремимся их покормить. И они с радостью принимают нашу помощь. Но много ли мы знаем о жизни большой синицы и о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться? До недавнего времени эти смекалистые птицы были исключительно лесными жителями, занимая в гнездовой период естественные дупла и расщелины в стволах деревьев. И только в холодное время года они сами шли на контакт с человеком, переселяясь осенью из леса в города, поселки и села. И люди всегда встречали их приветливо и стремились помочь. Но с наступлением весны синицы опять возвращались в лес. И никакие попытки с развешиванием искусственных домиков не могли заставить их выводить птенцов в городе. Шло время. Естественных дупел из-за вырубки лесу становилось все меньше. А гостеприимство людей в населенных пунктах росло. И это наконец подтолкнуло синицу гнездиться не только в лесу, но и в городе. Городские синицы строят гнезда в искусственных дуплянках, трещинах кирпичных стен, фонарных столбах, металлоконструкциях, вертикальных железных трубах. Встречаются гнезда и совсем необычных местах. Эти птицы поселились в руке металлической фигуры, собранной из автозапчастей. Сооружение находится рядом с оживленной трассой. Но это нисколько не смутило пернатых горожанок. Пара, которая стала героями нашего фильма, выбрала для жилья уютный деревянный домик. Расположенный на балконе пятого этажа. Отложили птице 11 яиц. Кладку синиц насиживает только самка. Самец все это время ее кормит. Яиц всегда много. Это компенсирует потери молодняка в гнездовой период и большую смертность зимой. Гнездо всегда теплое. Напоминает пышно взбитую перину. Самки при вторжении человека продолжают сидеть. При этом иногда шипят и пытаются клюнуть. Чтобы пересчитать яйца, орнитологам приходится отодвигать птицу палкой. Через две недели у нашей пары вывелось 11 птенцов. Казалось бы, с таким добротным жильем у семейства должно благополучно вырасти все потомство. Но так не случилось. Дело в том, что маленькие птенцы нуждаются в особой пище. В паучках, гусеницах, ночных бабочках. А их в городе не всегда достаточно. Из-за этого родители пытались кормить пятидневных малюток майскими жуками, которых тени в состоянии проглотить. Субтитры сделал DimaTorzok Не приеду зайти с Альбом Бабадом. Субтитры сделал DimaTorzok Самца от самки легко отличить по темной полоске на животике. У самца она широкая, у самочки тоненькая. Взрослые носили детям много мух, что тоже говорит о недостатке хорошего корма. В отличие от гусениц и паучков, мух было в изобилии. Они назойливо летали в домики и сами напрашивались их поймать. Так что корм можно было добывать, даже не отходя от гнезда, что и делали родители. Поймал муху, они ее убивали, а потом отдавали детям. Так они поступают со всеми насекомыми. В результате скудного питания до вылета дожило только 4 птенца. Недостаток хорошего корма – единственная причина, из-за которой в городе гибнут птенцы. Синицы очень любят вселиться в вертикальных металлических трубах с входом сверху, что часто является для их потомства губительным. В таких трубах гнездо может быть залито дождем. Если это не произойдет, то молодняк может просто не выбраться из-за гладких внутренних стенок. А в трубах, расположенных на солнцепёке, потомство обречено на гибель от перегрева. Однако не все металлические трубы опасны для птиц. Есть и такие, в которых синицы прекрасно выращивают потомство. Например, в остатках этого металлического столба, когда-то служившего опорой для фонаря. И даже из двухметровых труб молодняк иногда успешно вылетает, если внутри есть уступчики и труба находится в тени. Беда заключается в том, что синицы не умеют отличать хорошие трубы от опасных. Молодняк покидает гнездо в возрасте 16-22 дней. После этого родители еще некоторое время заботятся о них. Осенью подросшие птенцы вместе с родителями и другими семьями объединяются в небольшие стайки и всю зиму держатся вместе. Начиная с осени в рацион синиц, помимо насекомых, добавляются растительные корма. Большие синицы – постоянные посетители кормушек. Очень они любят семечки, орехи, арахис, несоленое сало. Не откажутся и от замороженных тараканов. Пищу они расклевывают. Запасов, подобно некоторым другим синицам, не делают. Но часто пользуются чужими тайниками. Зимой часто сопровождают дятлов, занятых поиском насекомых. Дятел срубают кору с деревьев, а синицы подбирают упавшие на снег личинки короедов. Большие синицы никогда не ночуют под открытым небом. Обязательно прячутся под крышами, в скворечниках, трубах, дуплах, всевозможных расщелинах. Самец часто поет даже зимой. Пение совмещает с другим приятным занятием. Например, с расклевыванием пищи. Но уже в середине февраля для этого выделяет особое время. Его звонкая песня похожа на перезвон колокольчиков. К сожалению, до весны доживает очень мало птиц. 9 из 10 погибает от голода. Поэтому с наступлением весны выжившие опять будут делать большие кладки и пытаться вырастить многочисленное потомство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok